Здравствуйте, с вами Алена Талаш, управляющий партнер компании Rosco Consulting Audit. Хамство в сети давно никого не уявляет, но просто заблокировать интернет-ролля не выход, особенно если он разместил о вас нелестный пост у себя на странице или отзыв в пасквиль на стороннем сайте. Как в такой ситуации защитить себя, расскажем в этом видео. Однако, прежде чем мы начнем, не забудьте оформить подписку на нашем канале и нажать на колокольчик. Клевета в интернете подпадает под статью 128.1 Уголовного кодекса. Подразумевается, что лицо намеренно занимается распространением заведомо ложных сведений о другом человеке, которые порочат честь, достоинство, а также наносят урон его деловой репутации. Главное, распространитель ложных сведений делает это абсолютно осознанно, то есть заранее предвидел возможные последствия своих действий. Важный нюанс. Претензиозный порядок решения споров по уголовной статье не применяется, ведь досудебная претензия – часть гражданского судопроизводства. Поэтому не стоит направлять обидчику претензию со ссылками на статью 128.1 УК РФ на всякие пожарные. Чем клевета отличается от оскорбления? Под оскорблением понимается распространение сведений в неприличной форме, чтобы унизить достоинство оскорбленного. Это статья 5.61 КОАП. То есть результатом оскорбления является негативная оценка личности. Так подробнее про оскорбления в интернете мы рассказывали в этом видео. Переходите по ссылке, чтобы узнать точнее, какими нормами регулируется оскорбление в сети и какие санкции могут ждать нарушителя. А вообще, если кого-то назвали идиотом, это классифицируется как оскорбление. А если кто-то обвиняет кого-то в коррупции, непрофессионализме и других смертных грехах, в надежде, что оскорбленный потеряет работу, доход и или ударит в грязь лицом, это уже клевета. Если же человек распространил порочащие сведения, но сделал это неосознанно, то такие действия классифицируются не по статье 128.1 УК РФ, а по статье 152 УК РФ. Разница с клеветой в том, что распространявший сведения человек не знал, что его действия могут привести к каким-либо негативным последствиям или о том, что он попросту говорил неправду. При возникновении сложной проблемы юридического характера порой крайне необходима грамотная консультация. Это оперативный, надежный и результативный способ решить вопрос, не имея определенных знаний. Для получения помощи позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через форму обратной связи. Ловите промокод YouTube ROSCO, по которому вы получите скидку на наши услуги 15%. Все контакты вы найдете в описании к этому видео. Как оценить текст с клеветой Если человек обнаружил в интернете клевету в свой адрес и намерен обратиться в суд, необходимо сделать скриншот поста или публикации, сохранить изображение и заверить у нотариуса. Доказать, что автор негативного отзыва оставил в нем ложные сведения, можно, если взять характеристики. Например, если оболгали адвоката, подойдет справка из адвокатской палаты, к которой относится специалист. Врачу подойдут документы из ассоциации, членство в которой он имеет. Подойдут награды, грамоты, дипломы, премии и другие прямые косвенные доказательства профессионализма. Следующее действие – передать скриншот на лингвистическую экспертизу. Если лингвисты не дадут положительное заключение, обращаться в суд бессмысленно. Дело в том, что суд все равно инициирует такую экспертизу, но она обойдется намного дороже. Оценку нужно провести по основным признакам. В тексте упоминается конкретная личность или компания, когда понятно, о ком идет речь. В случаях с отзывами на сайте или в фото с отзывом, на котором виден логотип компании, сразу понятно, в сторону кого клевещут, даже если в тексте отзыва отсутствует упоминание имен и наименований. По статье 128.1 УК РФ необходимо обращаться в мировой суд по месту жительства ответчика или по месту совершения преступления. Подробнее о том, как и куда обращаться, расскажет юрист компания «Роско» Дарья Потапкина. Так, подавать заявление в полицию нужно, если информация о распространителе порочащих сведений неизвестна. Даже если лицо установлено не будет, можно подать заявление в судебную инстанцию в порядке особого производства. Такой порядок подразумевает наличие заявителя и заинтересованного лица, которым выступает Роскомнадзор. Заявление подается по месту жительства заявителя. В любом случае, стоит попытаться решить конфликт примирением сторон. Если же речь идет о составе по статье 152 Гражданского кодекса или 5.61 КУАПа, то стоит составить претензию и направить автору негативного комментария. Если договориться в досудебном порядке не получится, нужно обращаться в суд. После того, как вы разберетесь, имеется ли в сообщении состав клеветы или отсутствует, можно приступить к следующему шагу – написание претензии. Но перед тем, как отправить такую претензию, нужно попытаться доказать администрации ресурса неправоту автора. В большинстве сервисов для отправки отзывов и в соцсетях есть форма обратной связи или e-mail. Есть один нюанс. Многие сайты не отвечают за контент, публикуемый пользователями. Это закрепляется на уровне правил. На отзывиках тоже часто несут ответственность не администраторы ресурсов, а авторы отзывов. Однако администраторы вправе отказать в размещении отзыва или требовать материалы для проверки достоверности информации. Конституционный суд в своем постановлении по делу о проверке конституционности положения пунктов 1, 5 и 6 ст. 152 Гражданского кодекса отметил, что отзывики обязаны удалять недостоверную информацию при наличии решения суда. Взаимодействовать с авторами и интернет-ресурсами по вопросу удаления нежелательных материалов нужно осторожно. Претензия срабатывает далеко не всегда. Если вы так и не смогли найти автора, обращайтесь за помощью к администрации ресурсов. Но не рассчитывайте на то, что вам обязательно помогут решить вопрос. Направлять претензию не имеет смысла, если сайт зарегистрирован за пределами нашей страны. Определить местонахождение ресурса можно в сервисах по типу РЭК. Также стоит предварительно изучить правила сайта, на котором размещен нежелательный контент. Подведу итоги. Итак, подать досудебную претензию имеет смысл по статьям 5.16 Кодекса об административных правонарушениях и 152 Гражданского кодекса. Если речь идет об уголовном судопроизводстве по статье 128.1 УК РФ, нужно идти сразу в полицию, а затем в суд. Подавать исковое заявление в суд нужно, если у вас есть ответчик. Если автор негативного комментария неизвестен, ответчиком может стать администратор сайта. А как бы то ни было, процесс восстановления репутации имеет множество нюансов. Чтобы не упустить ни одну деталь и выиграть спор, нужно обращаться к опытному юристу. Также вы можете изучить подробнее юридические моменты благодаря нашему плейлисту. Там вы найдете видео с различными темами, связанными с правом. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы, прямо сейчас пишите в комментариях. Юристы нашей компании бесплатно ответят на них. Ну и конечно, подписывайтесь на наш канал. Будь в курсе, пусть роско. Субтитры создавал DimaTorzok